Да, друзья, сегодня будет легкий у нас ликбез по оборудованию, по станкам, по ценообразованию, по тому, как запускается, почему я работаю на том или ином оборудовании. Собственно, все станки, они на самом деле очень сильно отличаются друг от друга. Там у нас идет наш рабочий станок, это идет MOPO 67. Ну, выбрали, потому что была такая хотелка купить именно MOPO, именно серия C. Она стоила на где-то 150 тысяч дороже. Вот, и люди потом отказались покупать этот станок, пока у нас был новый. То есть, мы убрали для себя, но потом решили продать из-за ценообразования. И, собственно, остался у нас теперь с концами до последнего, до победного. Продавать мы его не будем, будем на нем работать до конца. Работает у нас уже два года, периодически запускаем. То есть, прикол в том, что надежная машина, хорошая, проверенная. Отличие, главное, от обычной Ешки. То, что он был сделан, по-моему, в Тайване. И питается не от 24 вольта, а от 48 вольта. Дальше идет машинка. Это у нас, по-моему, с Дальнего Востока приходила машинка на ремонт. Ремонт она не подлежала, собственно. Вот, я ее отдал сотруднику, еще сотруднику потом отдал два источника. И он там что-то собрал из трех источников, один в итоге. Ну, и, собственно, эту машину запустил. То есть, это был у нас подарок сотруднику на день рождения. Ну, конечно, косяк в том, что сейчас, в основном, когда мы периодически потрошим на тесты. Вот. Но есть прикол в том, что, допустим, я уже говорил про это неоднократно. У МОПы из-за качества луча полировка очень сложно допустима. На серии LP вот такого формата, это 30-ка серии идет LP, полировка возможна. К чему вообще весь этот видеоролик? К тому, что обращаетесь вот вы, подписчики, хотите там купить себе станочек. И всегда возникает вопрос ценообразования. Хочу себе станок крутой, универсальный, но чтобы был подешевле. Такого не бывает. То есть, вот машинка, допустим, да, на ней можно, в принципе, делать те же самые банковские карточки на такой машине. Она стоит где-то на 20-30 тысяч дешевле, чем аналогичная версия будет у колледж-сборки системы сплитейп. Ну, вот в такого формата получается. Минусы, как я уже говорил, неоднократно в таких машинах все очень компактно, напихано, насовано туда. То есть, там, опять же, компактненько установлен, получается, и сам источник 30-ка, туда больше 30-ти ваттного. GPT не засунешь, блок питания, опять же, стоит моноблочный. Универсальный, скажем так, мультиблок питания идет. Вот, плата управления и, собственно, все туда. Хер уж, что засунешь больше. Вот, наверное, это идет один из минусов данных станков. Но, опять же, если брать для каких-то мелких целей, то, по-моему, более чем достаточно данного оборудования для пользования, для своих каких-то нужд, целей. Сегодня у нас будет краткий запуск. Это станка GPT-60M7. Станок лично мне нравится. То есть, опять же, запускаем через стабилизатор. У нас там где-то под кучей стикеров всего это все лежит. Стабилизатор мы используем Stihl Instab 1500VA. У нас еще сувенирная продукция делается параллельно. На нашем станочке. То есть, такой мы используем Stihl Instab. Спорные моменты возникают среди умных подписчиков. И между мной, потому что я лично пользуюсь вот таким штилем и, в принципе, не жалею. Видно, на входе у нас прыгает немножко напряжение. На выходе стабильно 220. Даже если мы будем мерить мультиметр, стабильно будет 220. Те же самые релейные. У них на входе написано там напряжение входное. На выходе тоже 220. Мы мерим на выходе. И оно на выходе в основном такое же, как на входе. Если начинаются какие-то эти скачки на релейных, либо семисторных, то, к сожалению, на входе начинаются прыжки идти до 7%. Там порядка 15 где-то вольт бывают скачки. Поэтому используем именно инверторный. То есть, он дает чистую синусоиду на выходе ровно в 220 вольт. В чем огромный, в принципе, у него плюс. Вот. Но это мое, опять же, мнение. Мне говорят, что там это похрен. Самостабилизирующиеся блоки питания на станках. Это все нормально. Это все хорошо. Они там сами все выруливают. Ну, сколько было случаев, когда обращались там из деревни, из поселков, где напряжение скачет конкретно от 180 до 240 вольт. И у людей в итоге по гравировке идут полосы, какие-то шкарябки, перепад по мощности. То есть, много-много-много идет нюансов, связанных, допустим, со скачками, со самостабилизацией блока питания непосредственно для источника, либо для того же самого блока питания, который идет у нас на сканер. Вот. Поэтому мысли вслух я вам озвучил. А там вы же решайте сами, как хочешь. Следующее действие, которое делаем обычно мы со станком. Компьютер у нас уже запущенный, все подключено. Минусом, сразу же скажу, в данной позиции источника, в том плане, что у нас там самое пыльное место, где никто не подметает, никто не убирает, там очень много грязи. Вот. Эта вся грязь может лететь у нас внутри блока. Хотя мы этот блок продували где-то полгода назад. Ну, скажем так, за год там не очень много накопилось мусора в нем. Но, в принципе, тоже было. Как в любом компьютере, то есть надо периодически их тоже продувать, чистить. И еще один раз минусов, то, что ногами здесь постоянно цепляют провода. Провод, конечно, уже, ну, прям, шатка-волка, как говорится. Вот, опа, и запущены, кнопкам отпущены. Дальше. Опа. Все, отработал у нас источник. Я специально сделал легкую паузу, чтобы было слышно. То есть отработал у нас источник. Вентиляторы, где-то, конечно, на корпусе работают. Ну, звук, в принципе, шумноват. Ну, шумноват только из-за того, что здесь стоят вентиляторы, собственно, которые дают этот шум. Без них тогда бы источник очень часто запускался бы на постоянной основе. И, опять же, допустим, да, прикол, почему я использую такие системы, допустим, да, в этом случае это система, которая просто идет только штатива, без автофокуса, без ничего, то есть без, там, ESCADA 3.0, без каких-то дополнительных геморроев. Есть свои нюансы. У меня сейчас есть система CCD, все знают, наверное, уже видели неоднократно про нее. Снимаю видосики периодически. Так вот, в системе CCD сейчас при сложных задачах начали выскакивать косяки. Косяки несостыковки сложных макетов, загрузки буфера. Опять же, паразитная программа, потому что является система CCD Vision, то есть программа самовиди ЛМ, она является паразитной программой, управляет ESCADA. И вот это вот паразитное управление одним-другим, загрузка буфера того же самого ESCADA, распределение позиций, положения объекта на рабочем столе, там, либо другие моменты, в некоторые моменты начинают друг другу противоречить, даже если ты сделаешь правильные и корректные настройки. Здесь ситуация гораздо проще. Есть ключ, есть кнопка аварийный стоп, есть запуск источника. Все, три кнопки мы включили. У нас запустилась плата управления BDGS на ESCADA, то есть именно лицуха запустилась. У нас запустился источник, у нас запустился сканер. Все, установка, по сути, готов к работе. Мы знаем, что у нас ESCADA идет 2.0, он идет 32-битная система, соответственно, мы понимаем четко, что там больше 2 гигов оперативной памяти грузить не стоит. Я знаю, что в любом случае, работая с ESCADA, мы берем, запускаем наш макет, отрабатываем его, опять же, в векторный формат, распределяем нужном месте, нужном рабочем месте, скажем так, потом только лишь делаем заливку и уже потом гравируем. Часто ошибка, допустим, начинающих пользователей таких систем, что вы делаете? Покажу, что ваш косяк, который вы допускаете часто. Для начала ищем, где у нас находится здесь ESCADA. Вот она, MOP. Опять же, для понимания ее, есть MOP у нас на 150, есть MOP на 100. То есть, мы пользуемся двумя линзами на данном слонке. То есть, этих задач нам более чем хватает. Мне тоже говорят, хочу купить линзу универсальную на 300, на 100, на 50, такую, такую и такую. Вот здесь, в этом случае, для данного слонка, он заточен под одну единственную задачу. Он выполняет небольшую сувенирную продукцию. Все. То есть, в этом ESCADA больше нет ничего. То есть, нет там каких-то, блядь, дисков автомобилей, там, нету каких-то там супер, там, каких-то там кранов, не знаю, там, каких-то, блядь, балок, швелеров, винкодов. То есть, ничего здесь такого не делается. В лучшем случае, это вот жетончики, опять же, вот, для понимания. Делали у нас, ребята, тест. То есть, вот у нас исписанная подложка. Это рекомендуется, опять же, использовать подложки специально для охлаждения, алюминиевые желательно. Спасибо, кстати, у нас спонсору из Ростова, который проспонсировал такие железяки. А так у нас сотрудник, да, начал тестировать без, как говорится, без подложки и спалил рабочий стол. Ну, бывает. Чего ругаться, это же рабочее оборудование. Это, в принципе, чистый стол, бывает похлеще. Опять же, для себя лично, ну, для понимания, вот моя отметка, это у нас идет 0, голый 0, с фокуси, то есть фокусного расстояния. И здесь пошли отметки разные, там, расфокуса, там, и всех остальных параметров. Опять же, для себя, я говорю, не стесняйтесь, отвечайте, потому что этим нужно пользоваться. Вот этой хирозой мы не пользуемся. Она у нас настроена под сотую линзу. Да и вообще, в целом, вот эти вот плюс-минус, вот я вот могу вот так вот сейчас мотылять, плюс-минус, там, ну, вот в этом диапазоне. И вы ж ни хрена не увидите, там, полмиллиметра, она вам не сыграет роли. Как я и с вами говорю, поэтому я не пользуюсь двухточечной вот этой вот системой. фокусировки. Дальше. Начальные ошибки всех начинающих. Будет видос, кстати, где я буду рассказывать про, скажем так, про станки, источники. Такой кратенький будет видеоролик сделан, озвученный не мной, а озвученной программой будет. Довольно-таки интересный. Файл импорт векторного файла. Мы загружаем только лишь шаблон. Ну, а давайте для жетонов, что у нас там, да, тут разные жетоны есть. Давайте загрузим шаблон. Когда мы импортируем сюда векторный файл, нужно понимать одну четко вещь. Вы загружаете только лишь вектора. Задвоенные, затройные, зачетверенные, могут быть все что угодно. Но вот эти, допустим, векторы, здесь, смотрите, вот эта группа векторов, она уже изначально идет некорректно подготовленная. Формат DXF. В DXF будет косяк в том плане, что мы не сможем разбить на подгруппы. То есть нам в любом случае придется их потом рассепарировать. Давайте сейчас это сделаем сразу при вас. Да, поэтому в некоторых моментах я создаю группу объектов. Группа объектов состоит, опять же, на подгруппы определенные. Так, дергается, потому что мышка здесь конченная. Не без этого. Или компьютер просто тормозит, хрен его знаю. Давайте лишнее пока поудаляем. То есть, собственно, если здесь мы будем отрабатывать с вами вот этот макет, как я делал его ранее, у меня где-то здесь подготовленный, то нам надо отдельно сделать надпись, отдельно сделать, соответственно, горы. Но самый оптимальный вариант, как это здесь делать, это обозначить другим цветом. Ну, допустим, давайте красным цветом обозначим эти элементы. И, соответственно, если здесь мудохаться, если вы это делаете все, опять же, непосредственно в том же самом короле, то проще в короле создать группу объектов и сохранить данный макет в формате уже непосредственно SVG. А в дальнейшем, на самом деле, все очень просто. Когда вы уже создали, допустим, в данном случае мы сейчас выделяем их как цветовой зоной, то есть пилим по цветам их. Почему так делаю? Потому что мне будет потом проще это все сразу выделить и обозначить каким-то определенным шаблоном под заливку, либо сделать их там, скажем, группу объектов и отдельно потом уже с ней работать, с этой группой объектов. Ну, давайте так, сейчас еще сапы выделим. Ну, профессионалы, которые работают уже давно со станками, я уверен, вас сейчас я не удивлю ни с чем абсолютно. Просто, скажем так, баловство не более. Демонстрация возможности оборудования. И про поводу, опять же, той же самой оперативки. Кстати, на телефоне хорошо видно, что у нас экран очень сильно мерцает. Вот, для примера, да, у нас есть красный цвет. Заходим, сепарируем красный цвет, нажимаем Ctrl-G и получаем, что мы в итоге получаем вот такую группу объектов. Теперь эта группа объектов, она у нас цельная. Можем удалить, можем добавить, без разницы. Мы теперь можем даже выделить нашу вот эту часть очек, очков защитных. Создать тоже группу объектов. Даже можем для того, чтобы у нас не было путаницы, ее каким-то образом там обозвать. Допустим, очки. Есть. Можем назначить другим цветом. И, опять же, видите, косяк. Косяк, то, что я выделил, все-таки не все. Это надо все проверять. Добавляем через Shift, сюда же, Ctrl-G, еще раз добавили. Ну, еще, соответственно, раз подписали, что эти очки у нас находятся. И, таким образом, создаем все остальные шаблоны, необходимые, под разные цвета, под разные заливки, гравировки. И, таким образом, можно дальше уже работать уже с группами объектов. То есть, мы теперь можем либо выделить по цвету, допустим, там, пускай это будет зеленый. И, соответственно, здесь ему задать тот или иной цвет, плотность заливки, там, необходимой для маркировки, там, либо для чернения, либо для белой выборки, там, условно. А поверх можно, допустим, долбануть группу объектов черным цветом. То есть, можем сделать белую гравировочку сверху, насечечку, скажем так, а вторую жахнуть именно черным цветом. И получится красивая подложка с красивыми контурами. Ну, и вот так вот это все потом гравируется на жетонах и получаются красивые жетоны для клиентов. Ну, люди, вроде, все кайфуют, радуются. Дальше, дальше. Какую часто допускают ошибку пользователи? Ребят, ну, у вас первая ошибка самая глобальная, да, вот у нас сейчас есть борды, есть там отдельно маска. Смотрите, я сейчас отменяю заливки в этих группах. Опять же, мы не видим, где у нас находится заливка. Убираем заливку раз, убираем у второго заливку два, отменили. Косяк возникает в том, что, ну, я видел такое неоднократно, у вас находится этот макет где-то вот там валяется, другой макет находится где-то в другом месте, соответственно. Дальше у вас там идет несоответствие размеров, там, ну, условно, вот такого там все размера идет. Вот, выходит за пределы там вашей, опять же, возможности там гравировки. И тут начинаются танцы с бубнами. Давайте, допустим, сейчас уже сделаем это черным, допустим. Хотя, что, делаем полностью его черным, целиком одной группой объекта. Ctrl-G. Ну, и тут уже пометим красным, допустим. Вот, и вы начинаете елозить. Вы такие херакс такие взяли, типа, ну, типа, все окей, там, допустим, там, условно, берете, опять же, группу там, заливаете зеленым. Ну, давайте, у нас был красный цвет. Красный сейчас сначала зальем. То есть, заливаете одну группу красным, потом заливаете вторую группу красным. То есть, под черный цвет маркировки там, условно, опять же, берем. Потом берете группу там, ну, если, конечно, берете группу, то хорошо. Берете группу, заливаете там, допустим, под маркировку там, белым цветом, условно, опять же. Вот, настраиваете параметры. Потом понимаете, что у вас там что-то там по слоям пошло не так. То есть, последовательность слоев в этот слой перевеносите наверх. Ну, окей. Вот. А теперь вторая задача, когда у вас не хватает оперативной памяти. У вас такая паника начинается. Вы такие потом выделяете объект. То есть, смотрите, давайте я вам покажу сейчас ситуацию. Диспетчер задач. Смотрим диспетчер, ищем. Да, по-моему, Windows 7 стоит, или десятка старая. Диспетчер задач. Ищем функцию. Вот она. То есть, 120 мегабайт. Ну, а вы что вы делаете? Вы выделяете объект. Таким, ну, типа, загоняем в центр. Окей. Загнали его в центр. Готово. Следующий заделки. Херакс. Нажимаете F1. А у вас по F1 он, блядь, большой слишком. Ну, не влазит. Поточный режим убираем. Не влазит. Ну, окей, сейчас мы все поменяем. Такие Херакс. Длина, там, допустим, 45. У нас жетон ждет 49, поэтому ставим 45. Херакс примените. Применили, потом понимаете, что у вас оказывается 27,9. Не влазит жетон. То есть, это прям по краям жетона будет входить. Такие меняем. Такие на 25. Здесь меняем на 25. Херакс поменяли. Там раз, у них как бы отверстие вошло. Смотрим на оперативку. Оперативка уже должна была полезть сверху нас. Видите, сразу почти в три раза увеличилась оперативность. Все из-за того, что мы начали елозить макет по рабочему столу. И такая херня очень часто возникает. Говорите, типа, вот работаю со станком. Там, типа, все было хорошо. А в последнее время начались выдаваться там ошибки, там, бешеные, колоссальные. Вот. Ошибки такие, говорят, типа, там не хватает оперативной памяти. А на компьютере там столько оперативной памяти, столько ее, типа, не хватает. Ребят, ну, потому что вы вот этот объект начинаете вот так вот мурыжить его с места на место. И при всем при этом у вас оперативная память, видите, увеличивается. Уже мы ее в два раза загнали. Если сейчас я перезаливаю здесь красный цвет, как положено, то есть у нас и линии здесь изменились. Вот в этой части, то есть делаем раз перезаливку. Сделаем, смотрите, два перезаливку. Применить. Смотрим. Хуякс уже почти 800. Вот, отлично. Сейчас я задам там копию, потому что у нас здесь рабочий поле 150-150, а вы там херачите 200 на 200, Ctrl-C, Ctrl-V. То есть я скопировал, вставил. Помимо того, что я скопировал, вставил, он, по-моему, подзавис. Да, вы таки взяли, типа, ну, отодвину его в сторону. То есть вы уже увеличили оперативку в два раза, и плюс вы его сдвинули в сторону еще раз. Вы подсели на оперативную память. Ну и что получается? Уже гигабайт оперативки мы скушали. А теперь сейчас мы еще два раза тут сдвинем этот объект. Оба объекта там. Ну, там, типа, мы ошибочно там пытались что-то там отцентровать. А либо там, допустим, вы такие, типа, ой, не, не туда, короче, я затупил. Сейчас сдвину в центр, я нажал, кстати, в центр сейчас параллельно. Ждем, пока он у нас что-то отцентруется. И такие, типа, бля, зайду-ка я в этот самый изменить. Выравнивание по вертикали. У нас же все криво здесь стоит. У ЯКСы программа умерла. Почему она умерла? Потому что оперативка зашкалила почти за 2 гигабайта. И это главный косяк всех тех, кто начинает. Вы не осознаете вообще принцип работы, алгоритм, сколько потребляет плата управления. То есть, всех нюансов вы не знаете. Когда не знаете все нюансы, такие говорите, ну, типа, значит, говняное оборудование. На самом деле, оборудование, оно как есть, оно есть. То есть, с ним ничего не сделаешь, это факт. А здесь, опять же, возникает часть финансовая. Именно финансовая часть в чем заключается-то? Если рассматривать вариант станков вот такого формата, вот, чтобы просто понимали, за 2 года работы данного станка вот таких глюков с оперативной памятью, как мы сейчас здесь с вами тестировали, их практически ни разу не было. Не было, потому что подход был именно с головой. То есть, все макеты загружаются в формате вектора. Это DXF, либо SVG, либо EPS формат. Соответственно, помимо всего этого, мы также туда настраиваем параметры, габариты, контура, подготавливаем под заливку. Если мы знаем, что это будет у нас сложный послойный макет, у которого будет там куча разных слоев, то, соответственно, эти слои все раскидываю отдельно на рабочем столе, в отдельных своих рамках, загружаю это все дело, сохраняю все отдельно файлом EZD. Потом уже файл New, загружаю файл EZD, и все это загоняю в центр. Эти группы объектов уже потом заливают, как мне необходимо. И тогда оперативки съедают, в лучшем случае, 200-300 мегабайт, больше не съедают, этого более чем достаточно. Проект работает, проект хорошо сохраняется, его можно использовать. Поэтому здесь таких глюков ни разу не было. Просто банальное понимание принципа работы алгоритма данного оборудования. Как только начинается от этого юлозенья, место на место, ошибся, перепутал, забыл, не подумал, естественно, оперативки может не хватить. Это прям 100%. Поэтому эти моменты рекомендую заранее обдумать. Поэтому я занимаюсь до сих пор этим обучением сраным, которое мне не нравится. Когда он спокупает оборудование, я всегда занимаюсь обучением. То есть приезжать к нам ребятам, мы с ним садимся, я начинаю полностью рассказывать от начала до конца. Вот сейчас я потратил времени 20 минут на то, чтобы просто легкую дать вводную. Теперь представьте, что рассказать полностью от начала до конца, связаны вещи с ЕСКАДом, то есть связаны вещи с алгоритмом работы данного ЕСКАДа, чтобы у вас не тупил, не глючил, чтобы у вас оборудование проработало как можно дольше. Естественно, это уходит очень много времени, силы и энергии. Почему я зацепил ценовую политику? Все такие говорят, ну это же можно было исправить, это же можно было корректировать. Ребят, есть станки под ЕСКАДом 2.0, и это сразу минимум плюс 150 тысяч рублей. Если, блядь, люди не готовы платить за оборудование 300-400 тысяч рублей, все хотят купить станок за 100 тысяч рублей, то кто доплатит дополнительно 150 тысяч рублей к своему станку? Но кто? Поэтому с ЕСКАДом 3.0 мы работаем крайне редко. У меня есть плата управления, периодически ставлю на слоночек, я тестирую, гоняю, для всяких экспериментов ставлю определенный опыт. Видео не снимаю, смысла в этом не вижу особо, потому что начнутся кучи вопросов задавать. Она отличается очень сильно от ЕСКАДа 2.0, алгоритмы тоже отличаются. Но в целом, я думаю, данная плата потом когда-нибудь будет в большем обиходе, когда цена ее станет хотя бы ниже сотки. Такие цены были раньше, наверное, года два назад, сейчас цена у нее под 150. Поэтому, как говорится, всем хорошего пользования данным оборудованием, ребят. Всем, как говорится, побольше добра бабла, всем побольше таких вот лайков. Повторюсь, лайки нахуй мне нужны. Честно, вот скажу, как есть вам, вот откровенно. Просто хочется, чтобы видосы видело больше людей, чтобы больше эти видосы помогали людям. Мне от этих лайков, дизлайков вообще просто до пизды. Потому что вот эти вот лайки, дизлайки, это раньше было на алгоритм, на продвижение, на рекламу, на какой-то заработок. Чтобы, опять же, тоже понимали, заработок на Ютубе, снимая каждый день видеоролики, там про станки, там рассказывая что-то, я получал там 7-10 тысяч рублей. Ну, если на эти деньги можно прожить кому-то, ну, круто. Я больше зарабатываю на том, что там маркетплейсы. Все, ребят, всем хорошего настроения, побольше адекватных вам роликов, адекватных вам клиентов, побольше добра бабла и всем пока. Продолжение следует...